приветствую вас друзья и подружки вы на канале сопромат с вами александр и сегодня у нас речь как вы догадались пойдет о двигателях внутреннего сгорания вот эту штуку я вам показал в прошлый раз и вы у меня догадались естественно ну чего я удивляюсь у меня самые эрудированные самые умные подписчики пожалуй наверное на всем ю тубе прежде чем рассказывать о том как я сделал двигатель я вам покажу как он работает ну и начнем с самого первого стенда это двухпоршневой ну скажем так он конечно четырехпоршневой двигатель но для экономии места так уж игра устроена в общем лучше делать по два поршня в паре на один кривошип работает он следующим образом значит вот это два магнита они фиксируют вот эту поворотную ось нашего кривошипа и мы просто запускаем и все срабатывает то есть да перед вами реально рабочий поршневой двигатель который приводится в действие именно от работы самих поршней по сути принцип действия точно такой же как в движках от скреп механик значит поршни приводятся в действие именно от электричества не от мощности не от давления воды там или еще чего то а именно от электричества что в свою очередь создает некоторые проблемы при из ну для регулирования тяги потому что в данном конкретном случае то есть мы можем изменить до тягу и у нас поршни начнут ну вот им будет просто не хватать длины да у нас тяга работает из расчет того на какую дистанцию выдвигается поршень для регулировки оборотов это не совсем корректно потому что ну если поршней будет больше это конечно будет более-менее работать но все же у нас идет изменение длины и вот этот амплитуда до которая будет проворачиваться она будет уже работать ну за счет выламывания своего рода по самих поршней ну скажем так значит здесь у нас два сенсора каждый из них за счет вот этой грабли до получает данные и через блок управления отправляет эти данные на после значит на генератор не обращайте внимание он у меня исключительно как маховик потому что без него двигатель начинает дрыгаться но довольно мощное все это дело грибной винт грибной винт здесь не работает грибной винт это чисто скрипт и то что он вращается на вашей постройке это не это не его вращение это чистый гифка анимация как я понимаю и движением приводится именно скриптом то есть задается вектор до определенные усилия в зависимости от того сколько мощности этот винт получает данная конкретная постройка с таким винтом не будет работать она никуда не поплывет он будет просто вращаться и все однако однако почему бы не сделать кастомный винт вот такая возможность в игре есть благодаря благодаря вот таким рудером ну либо можно использовать крылья потом я вам покажу все варианты винтов и вот здесь у нас демонстрационная версия с двухпоршневым мотором значит сейчас я вам покажу как это работает в воде уже есть у нас главный главный минус во всей этой штуке так запускайся запускайся как запустился вот вот этот минус из-за огромного крутящего момента до наш корабль просто опрокидывается это довольно немаленькое судно скажем так но она довольно увесистая но из-за того что у нас получается огромный реактивный момент наш корабль просто опрокидывается поэтому необходимо использовать два двигателя ну как мы видим в принципе он идет уже вполне себе неплохой скоростью на поршневом моторе естественно вам построил несколько вариантов стендов для того чтобы вы могли лицезреть все это как это работает и начнем сразу с другого варианта винта вот такой у меня из крыльев угол атаки 45 градусов и здесь уже два двигателя и они уже четырех поршневые ну так включаем наши магниты фиксаторы и начинаем потихоньку движение все включилось и здесь у меня спидометр скорость 35 36 километров в час скорость километрах ну вот примерно 36 километров в час идет не до конца погруженные винты в воду это конечно несколько нехорошо да то есть не выдает полной эффективности за счет этого тем не менее мы видим что это работает и скорость 36 километров в час друзья это очень неплохо для такого то судно как бы она не маленькая да мы видим на настоящий момент нет конечно никакого дизель генератора для того чтобы их приводить я исключительно за счет аккумуляторов привожу эти двигатели в движение и хватит нам вот на этом судне нам хватит примерно километра на 3 наверно не знаю по поводу да по поводу регулировки оборотов вот сейчас я отпускаю обороты и он начинает конечно медленнее вращаться но видно да что поршни начинает немножко подламывать хотя не так тут местами подламываются есть некоторые моменты в игре но тем не менее работает друзья ну что ж можно разные варианты использовать помимо крыльев можно использовать непосредственно рудеры все по той же самой схеме запускаем и пошел плечется вода кстати погружение получается у нас одинаковое что с крыльями что с рудерами да но плещется вода меньше когда на рудерах физика по разному видимо работает ну а скорость то же самое чуть чуть поменьше на рудерах кстати странно ну 35 километров был 36 35 но это несущественно также у нас можно использовать вот такой вариант рудеров более уже компактные винты получаются но за счет этого и скорость будет поменьше сейчас вы увидите однако у них есть одно преимущество которое потом тоже покажу как вот на скорость 30 километров в час небольшим да в принципе ну все точно так же работает только винты уже полностью погружены потому что они чуть меньшего размера вот но у нас есть одно преимущество этих винтов значит в чем дело ну естественно мы за счет того что у нас крутящий момент огромен можно попробовать сделать более мощные винты да то есть можно составить несколько и вот один из таких вариантов вот рудера я их тут закрепил под углом 45 градусов теоретически должны но почему-то не доворачивает иногда иногда это не срабатывает не знаю чем связано возможно какие-то баги так но как мы видим скорость ну в общем вот в чем проблема из-за того что большая очень центробежная сила их начинает разбалтывать и где-то небольшой дисбаланс он ловит и его сразу выбрасывает в сторону в итоге они начинают сталкиваться друг с другом не можно конечно их разнести чуть подальше друг от друга но факт в том что все равно дисбаланс будет и дисбаланс это плохо ну и максимальная скорость 40 километров в час что же касается маленьких рудеров из-за того что массы не такие большие их не так колбасит как бы и все работает гораздо приличнее и вот у нас уже скорость 43 44 километра в час друзья и естественно я так думаю можно еще нарастить будет ну что ну двигатель в общем-то на настоящий момент не напрягается в этом виде совершенно не напрягается конечно ну судно не такое тяжелое я специально утяжелил чтобы винты погружались в воду здесь блоками и я так думаю можно еще один а может даже два таких винта нарастить и скорость ну еще поднять вплоть до 70 километров в час это теоретически значит я даже уже начал делать корабль все еще на стадии разработки тут у нас днище уже специальной формы уже двигатель имеют даже какую-то законченный какой-то законченный вид но уже столкнулся с некоторыми проблемами которые пока что не знаю как решить возможно двигатели придется перестраивать полностью значит вот у нас судно моего включаем здесь перенесены датчики уже в другую сторону вот ну когда мы включаем двигатели вот правый двигатель еще срабатывает а левый почему-то ну не фиксируется почему-то замок с чем связано не могу понять здесь рудеры полностью не погружается поэтому максимальную скорость он не выдаст и поршни поршни вот у нас то есть поршни вот это ось как бы как бы показать так короче не в криво шипе почему-то они и на скорости так включится он или нет он не замыкается наверное двигатели все-таки придется полностью переделывать не значит связано так не если дать задний ход то он должен включиться по идее да есть вот но тем не менее вот поршни не в криво шипе вот первый второй поршень они и вообще их ломает как-то ну что-то непонятное здесь происходит скорость сейчас 33 но это потому что не погружаются винты скорее всего придется полностью двигатели переделывать в целом до постройки на самом деле полностью этого корабля еще очень и очень далеко надо еще дизель-генераторы делать все это приводить как думать как это тягу сюда вот ну и в первую очередь избавиться попробовать от вот этих вот фризов непонятно вот ну а сейчас давайте посмотрим как собственно я сделал этот двигатель вам же наверняка интересно самим попробовать что-то создать и приступим итак одна из главных отличительных особенностей игры заключается в том что мы можем создавать ось значит ну и начнем мы с коленвала для этого нам нужен компакт velocity пайва да не роботик а именно velocity что они из себя представляют по сути это просто привод роботик это привод который можно регулировать обычный привод это который просто вращается в зависимости от того сколько энергии ты ему дашь мы создаем для начала просто коленвал и для начала делаем просто ось неважно в какую сторону направленной стрелки на настоящий момент важно главное это чтобы мощность была 0 абсолютный 0 ну передачное соотношение не знаю я на самом деле не экспериментировал с этим еще ну я поставил один к одному пусть будет так по идее передачное отношение ни на что не должно влиять значит далее подставляем вторую эту штуку также выставляем 0 и значит следующий этап у нас мерч как мы можем видеть этот элемент у нас отдельный это корпус можно сразу сделать стоечки чтобы я сделал их и стекла потому что у нас полу блоков здесь никаких нету кроме стекла по моему так вот это будет стоечка и нам необходимо чтобы эта штука была цельной то есть вот этот вращающийся элементы этот они должны быть цельными поэтому мы соединим таким образом и мерджем таким образом то есть у нас вот получается зеленый коленвал это будет коленвал далее удаляем значит к этому коленвалу присоединяем следующий пайвот таким образом и здесь снизу другой вот и вот у нас уже получается кривошип ну как я уже говорил так мы уже можем ставить поршни во первых написано пневматически работают от электричества что-то нам не договаривают в этой игре друзья и так значит вот у нас получается один поршень и для экономии пространства как я уже сказал необходимо необходимо делать по два необходимо чтобы именно вот на этот кубик вы навелись провели сюда прямую и здесь разместили так другой поршень то есть у нас мердж получается здесь это как часть коленвала далее это удаляем и мерджем вот эту часть сюда ставим еще один поршень далее смотрим мердж вот эта часть она подсвечивается она единая получается своего рода далее нам необходимо зафиксировать вот этот конец коленвала здесь мы также наводим именно на корпус в принципе можно корпус вообще итак мы наводим на корпус проводим его проводим на так наводим на корпус проводим до сюда и И сюда ставим очередной пайлот. Надеюсь, я правильно называю. Не пинайтесь меня апельсинами или чем там. Что вы там приготовили на этот раз. Ну и, естественно, снова мерджим. Все. Да, не забываем. Надо все время эти данные на коленвалу. Надо их уводить на нули. То есть мощность должна быть ноль. Иначе он у нас будет клинить. Конечно, мощности двигателя хватит, чтобы его провернуть. Но все равно это будет, естественно, снижать эффективность мотора. Таким образом, вот мы уже видим какой-то определенный коленвал. Вот он уже зафиксирован. Ну и мощность нужно, естественно, куда-то выводить. Это все вращение необходимо сделать. Мы просто ставим очередной пайлот. Также его сразу. Жалко по умолчанию оно не делается так, как было в предыдущий раз. Ну ладно. Мы ставим его сюда и также соединяем. С коленвалом. Мерджем и получаем такие данные. То есть это у нас все получается. Вот подсвечивается коленвал. Так же с этой стороны. Так, это у нас корпус уйдет. Разворачиваем. И мерджим вот эту часть. Ну а это у нас уже замерджено, потому что мы к ней, собственно, корпусу это и присоединяли. Так, в целом, периодически можно все это проверять. Проверяем, чтобы везде были нули. Эти соединения все подвижные и вращаются исключительно. Вот видите, у меня не везде выставлены нули. Так, ну давайте поставим. Вот у нас сейчас все расползется, конечно, по сторонам. Что-то не расползается, друзья, не понимаю. О, все. Да, все, это работает. В общем-то, FPS просел непонятно. Вроде я ничего больше не спавнил. Ну-ка. Нет, заспаунил корабль. Все, сейчас FPS все в порядке. Вот. То есть все работает, все падает как необходимо. Ну и теперь нам необходимо фиксировать какие-то, да, моменты. Что касается кривошипа в верхней мертвой точке, здесь все просто. Нам просто необходимо зафиксировать поршни здесь. То есть мы протягиваем корпус наверх, ставим один пайвот. Потом протягиваем еще сюда, ставим еще один пайвот. Вы, наверное, будете ржать надо мной за эти пайвоты, наверняка. Наверняка их неправильно называю, но ладно. В принципе, это можно удалить. Вот эту часть. То есть, вот это у нас получается одна единая цель. Она никуда не денется. От этого корпуса она не исчезнет. Ну, главное вот здесь замерзжить все вот это. Все. Эта часть единая, эта часть единая. Колено тоже единое. И эта часть зафиксирована наверху. А здесь у нас уже все несколько сложнее. Тут мы переходим к роботик пайвот. Так, давайте я покажу, как работает роботик пайвот. Значит, стрелочкой указано, в какую сторону он будет вращаться. Вращается он на 90 градусов. Вращение, к сожалению, ограничено определенным углом. Угол 90 градусов, друзья. Минус 1, максимальный 1 и старт 0. То есть, при максимальном значении повернется сюда на 90 градусов. При минимальном сюда на 90 градусов. И при нулевом положении он останется вот в данном исходном положении. Так, ну и давайте подсоединим просто сюда логику. Значит, кто не в курсе. Вот, значит, поворачиваем. Это минус, а, наоборот поставил. Так, вот у нас минус, вот у нас плюс. То есть, насколько мы зададим, настолько он и поворачивается. Это круто, но больше, чем на 90 градусов, он, к сожалению, не поворачивается. То есть, мы можем здесь задать хоть 5 значений, да. Он все равно повернется только на 90 градусов. Так, это минус 1, это у нас вот. То есть, больше единицы, все, он не повернется. Он может, ну, то есть, у него максимальное значение ограничено 90 градусов. Значит, нам необходимо поршни выровнять, чтобы они были на одной плоскости. В данном случае, при повороте на 90 градусов, нам не удастся это осуществить. Что же делать, что же делать? Так, ну, сделать необходимо нам вот что. Нам необходимо поставить два таких пайвата, которые будут разворачивать наверх нашу опорную ось. И один пайват будет подсоединен к другому. То есть, один повернется на 90 градусов, а второй еще довернет на 90 градусов. И таким образом наш двигатель встанет в необходимом нам, в нужном положении. Так, ну, для начала поставим сюда ось из велосити пайватов, так сказать. Значит, сделаем следующим образом. Поставим одну сюда, потом одну сюда и одну вот так. Эти удаляем. Вот эту и вот эту. То есть, нам необходимо, чтобы вот эта часть не была замерзжена с корпусом или с какими-либо другими частями. Чтобы она была сама по себе. Вот, ничего не подсвечивается. Это значит, что она сама по себе. Мерджим только поршень. Ну, естественно, нам вторую часть необходимо также соединить. Так, мерджим сюда и сюда. Вот у нас готовая ось. Не забываем, не забываем, что у нас везде должны быть, на осях должны быть нули. Потом надо будет еще раз все это проверить. Так, теперь нам необходимо эту ось развернуть. Теперь мы уже используем роботик пайват. И начинаем колдовать. Так, значит, нам необходимо, чтобы вот эта головка... Господи, это бусмысленно. В общем, чтобы это вот так все состояло. Вот. И здесь уже важно направление вращения. В какую сторону это все поворачивается. То есть, ну, пусть это будет, допустим, в ту сторону разворачиваться у нас, да? Давайте проверим, мерджим вот эту часть. Это нигде не должна быть замерджена больше. Да, она никуда не подсоединена. Это хорошо. Здесь можно поставить максимальное... Все по максимуму, все по максимуму. То есть, максимальное передачное число, чтобы было наибольшее усилие. Максимальную мощность, естественно, и максимальную скорость. Так, теперь следующий роботик пайват ставим с этой стороны. И тут уже нужно следить за тем, в какую сторону направлен вектор усилия, да? У нас вот стрелочка показывает вот туда. Отсюда, если смотреть по часовой стрелке. В данном случае нам нужно нажать U, клавишу U. Подкова такая и... Буква подкова. Вы поняли, да? И он устанавливается следующим образом. Так, теперь удаляем вот эту часть. Мерджим. Вот эту часть. Эта часть у нас замерджена, потому что мы к ней подсоединяли. И уже на 90 градусов у нас поворот будет осуществляться. Следующая часть уже идет непосредственно к корпусу, поэтому можно просто подсоединить уже сюда. Но нам также необходимо проследить, чтобы вектор был... Вектор вращения, да, у нас был в нужную сторону. То есть, вот сюда. Да. Мерджим эту часть с этой. Таким образом получается, что эта часть поворачивается на 90 градусов сюда. И следующая часть доворачивать наверх. И вот этот также кривошип, он должен оказаться наверху. Также его необходимо будет зафиксировать магнитами. Ну все, осталось замерджить здесь. Это замерджено, это замерджено. Все отлично. Теперь везде по максимуму ставим вот эти значения. И можно попробовать уже что-то подсоединить к аккумулятору. Я, значит, рекомендую сразу через константу прописать единицу, да. Берем константу, вписываем сюда единицу. И эти наши пайваты будут поворачиваться всегда на свои 90 градусов полностью. То есть, по умолчанию. Теперь надо подсоединить все к аккумулятору. Необходимо сюда подать напругу. Ну и можно, в принципе, посмотреть, как это будет. И вот он, вы видите, да. То есть, пытается развернуть. Но у него ничего не получится, потому что этот поршень слишком мощный. Слишком мощный, чтобы его растянуть. В процессе работы, когда он уже начнет возвратно-поступательные движения, он позволит распрямиться этим пайватом и зафиксироваться. Да. Но для того, чтобы зафиксироваться, нам, естественно, нужны магниты. Да, чтобы это все стояло надежно и крепко. Поэтому мы используем для этого маленький коннектор. Ну и поставить его придется вот так, потому что места нету. Получается, они будут на этом уровне. Поэтому ставится вот так. Они соединятся. Ну и также с другой стороны. Коленвал готов, башка готова. Нам нужно уже как-то приводить все это в движение. Ну и, естественно, нам необходимо... Ну, давайте сразу будем делать систему зажигания какую-то, да. Тут у нас будет мощность. Поэтому и трогать не будем. А систему зажигания выведем, допустим, вперед сюда. VeloCityPay вот так же ставим. Мерджем его с коленвалом. И как в Scrap Mechanic, то OldFaggy в курсе. Делаем просто такой датчик положения коленвала. Ну, то есть не датчик, а риску, что ли, метку. Нам необходимы также сенсоры. Вот сенсор дистанции. Так, вот два сенсора. Каждый отвечает за свой поршень. Естественно, их нужно подключить. Также и коннекторы надо подсоединить. Главное не подсоединить какие-нибудь вот эти. Хотя, в принципе, мощность ноль. Но все равно, на всякий случай, лучше не подсоединить. Так, чуть не забыл. Вот здесь надо нули поставить. Где-то чуть забудешь, потом будешь искать. И нужно быть внимательным. То есть, ну, это главная сложность. Каждый датчик будет отвечать за свой поршень. Будет срабатывать этот сенсор. Когда коленвал совершит оборот, уже вступит этот сенсор. Расстояние от сенсора до этой планки, скажем так, 0,3 это наше ориентировочное расстояние. При расстоянии меньше 0,3 метра он срабатывает. При расстоянии большем, да, он уже не видит эту планку и отключается. Уже, в принципе, здесь все сделано. Нам необходимо только логику поставить. То есть, создать небольшой контроллер, который будет всем этим управлять. Сделаем мы, наверное, чтобы он с кнопки у нас включался. Потому как регулировка оборотов при помощи вот этого, но она не корректна на самом деле. Поэтому сделаем с кнопки, сразу подключим ее. Так, делаем новый микроконтроллер. Сенсор должно быть включение кнопки. Да, button напишем. Button on off. Далее, цифровой вход от сенсора и цифровой выход на поршень. Также вход от второго сенсора и цифровой выход на второй поршень. В принципе, больше ничего нам не нужно. Так, поршень один. Сенсор логично расположить таким образом, чтобы читалось. То есть, чтобы было понятно, с какого сенсора какой сигнал приходит. Таким образом расположим. То есть, сигнал приходит сюда. Значит, дальше я его отправляю отсюда. Ну, теперь давайте логику. Так, входящий, выходящий. Нам необходимо включить. Естественно, Nonical Switch Box, наверное, используем. Для этого. С константами. 0 и 1. Это будет 0 и 1 еще 1. Значит, здесь у нас будет включение. Если включено, значит, поступает единица. Так, стоп. Вот у нас единица. Включено, поступает единица. Если выключено, поступает 0. Это у нас просто включение. Далее нам необходимо обработать сигналы от сенсоров и передать их к поршням. Значит, сенсор 1. Он получает сигнал. И если... Здесь условие меньше, да? Получается, делаем условие так. Так, если сигнал меньше 0,3, для этого нам нужны константы еще. Так, 0,3. Если сигнал меньше, то... Также через Nonical Switch Box. Если сигнал меньше, значит, датчик видит нашу планку. Итак, мы отправляем наш сигнал включенный, да? Единица, если меньше. Этот сигнал проходит на Nonical Switch Box. Когда планка уходит из поля зрения датчика, то у нас уже включается 0, потому что выключается Nonical Switch Box. Да, и поршень у нас таким образом возвращается в исходное положение. В номинал. Номинал у нас... Да, кстати. Да, то есть, нужно понимать, да? Что поршень у нас изначально в промежуточном положении. Да, вот написано. Общий ход у поршня у нас 4 блока. То есть, максимально вытянутый 9 блоков. Максимально сжатый 5 блоков. То есть, 2 блока наверх и 2 блока вниз. То есть, вот сейчас вот этот поршень у нас в верхней мёртвой точке находится. И при срабатывании сенсора, да, и подаче сигнала, он выдвинется на 2 блока. Таким образом сместит наш кривошип вниз. То есть, он прокрутит его. Потом, когда сенсор перестанет подавать сигнал, он вернется в исходное положение в 0. Вот в это положение он у нас вернется. Надеюсь, я понял. То есть, вы поняли. Продолжим с логикой. Значит, далее здесь также ставим Nonical Switch Box. Также меньше, чем 0.3. Меньше, чем 0.3. Включаем этот сенсор. И также отправляем сюда сигнал. Отсюда. Либо 0. В противном случае. И на этот поршень. Всё, по сути, логика готова. Попробуем его установить. Так, ставим. Подсоединяем кнопочку. И давайте смотреть. Значит, этот поршень у нас в верхней мертвой точке сейчас находится. И от этого сенсора мы его приведем в движение. То есть, сначала будет он срабатывать. Вот этот сигнал. Поршень 1. Подключаем. Далее. Этот сенсор, естественно, уже сюда. Это просто. Всё. Таким образом у нас всё подключено. Теперь давайте проверим электрику. Поршень не подсоединены. Сейчас мы это исправим. Так, проверяем. Вроде бы всё подключено. Ну, давайте сейчас запустим. Пока что без магнитных захватов. Чтобы вы увидели, что ему просто не хватает мощности развернуть двигатель в нужное место. А, посмотрите. Хватило. То есть, значит, у меня просто там не в ту сторону разворот происходил. И за счёт этого... За счёт этого были определённые трудности. Ну, теперь я понял, как двигатель надо переделывать, по крайней мере. Ну, и, да, скорость поршней регулируется у нас в игре. Ну, то есть, вы уже видите, да, что всё работает. Двигатель запустился. Ну, естественно, есть некоторые там фризы своего рода. Мощность двигателя и скорость регулируются здесь. Ну, то есть, по умолчанию, да, она задаётся вот этими параметрами. Ну, давайте поэкспериментируем. Ну, для начала уменьшим скорость передаточного соотношения. До единицы. И запустим. Ну, сейчас уже гораздо быстрее будет вращаться, да. То есть, в четыре раза быстрее. Немного подклинивает. Ну, это из-за того, что маховика нету. Не хватает ему... Ну, в принципе, нормально работает. И без маховика даже. Вот. Ну, давайте добавим скорости на максимум. Просто сейчас на максимум поставим все поршни. И посмотрим, что будет. Сейчас улетит, наверное, куда-нибудь стенд. Вот уже не хватает. Уже что-то происходит непонятное. Нужен маховик. Давайте повесим генератор в качестве маховика. Генератор у нас 400 килограмм весит. Очень мощная штука. Тяжелая. Ну, либо электродвигатель можно повесить. В принципе, не суть важно. Ну, да, уже гораздо более стабильно он стал работать. Ну, как вы видите, скорость бешеная. Но магнитные захваты необходимо по-любому нам фиксировать. Поэтому соединим. Все. Клопает. Бешеные, конечно, обороты. Ну, еще для противовеса дополнительно. Можно, естественно, сам коленвал немного доработать. Чтобы здесь были тяжелые блоки с противоположной стороны. Можно симметрию включить, в принципе. Вот таким образом будет работать. Ну, и корпус этого двигателя, очевидно, я возьму за основу. Для моей модели придется его... Буду этот двигатель дорабатывать. Магнитные захваты можно также сделать иначе. Можно провести сверху планку и сделать более широкий этот трехблоковый захват. Он будет надежнее фиксировать все это. Потому что, ну, сами видите, да, не очень надежно. Ну, и в целом, вот вы можете наблюдать. Помимо прочего, да, можно... О, что-то случилось. Я могу заблокировать двигатель. Ничего себе. Так, помимо прочего, здесь есть еще возможность менять угол опережения зажигания. То есть, если мы эту планку повесим на роботик пайвот. Ну, нужно, естественно... Вот правильно она сейчас стоит, да? Получается, что мы можем на определенный угол делать либо чуть побольше, либо чуть поменьше само опережение зажигания. В зависимости от нагрузки это может, в принципе, пригодиться. И здесь нам тоже нужно электричество. И тут все по максимуму, наверное, и скорость... Ну, сделаем маленькую. Скорость 0,5. И для регулировки этого угла можно вот эту штуку использовать. Минимальная будет минус 1, а максимальная 1. И по умолчанию 0. Так, включаем. И вот мы уже можем задавать регулировку угла опережения зажигания. Ну... Ну... Давайте уменьшим скорость поршней. Вернем единицу, чтобы можно было более наглядно это как-то видеть. Потому что на такой скорости вращается, что вообще ничего не понятно. Естественно, если сделать передачное соотношение на поршняк, то крутящий момент прям пропорционально будет возрастать. Так, вот у нас определенная скорость. Давайте чуть добавим угол опережения. Вот. То есть, чем больше угол опережения, тем быстрее начинает вращаться. Мне кажется, это должно быть вплоть до того, что он уже в обратную сторону начнет вращаться. Нет. До этого не доходит, но уже близко к тому, что начинает закусывать. Чем ниже, тем он должен медленно вращаться. Ну, не очень очевидно, к сожалению. Но, тем не менее, разница вроде бы как есть. В общем, под нагрузкой это, конечно, все более-менее очевидно. То есть, в настоящий момент, ну, нагрузка небольшая. Для этого двигателя совершенно ее, считай, нет. И это не ярко выражено. Но, в целом, это работает, друзья. Ну, что ж, друзья. Сегодня я вам показал, наверное, то, чего не было до сих пор в игре. Я, в целом, никто, мне кажется, я, честно, я честно искал и не нашел ни одной постройки, которая так или иначе функционировала бы с такими приводами, с таким мотором, да? Значит, естественно, помимо того, что можно приводить в движение таким образом, можно сделать колесный пароход, да? То есть, двигатель расположить поперечно. Действительно, с шестернями я не экспериментировал, естественно, пока что. Ну, тут слишком много времени на все уходит. Я, если честно, даже не знаю, вот эти колесные пароходы, как осуществляются на них повороты. Но, тем не менее, я так думаю, если притормаживать одно колесо, а другим вращать, да, то поворот будет осуществляться более эффективно. Ну, дело не в том. Дело в том, что сейчас, сегодня мы посмотрели вот работу этих двигателей, да? То есть, что это в Stormworks возможно реализовать и что это действительно работает. И работает вполне себе неплохо, друзья. Ну, 44 км в час, друзья. Это очень круто. И, ну, это еще не предел. Конечно, можно еще поэкспериментировать, еще добавить сейчас сюда. Но для этого, к сожалению, у меня нет времени. Я сделал вот сейчас основной стенд. Пока сейчас с вами делал новый двигатель, обнаружил, что вот эта система, ну, должна у меня поворачиваться в противоположную сторону для более надежной фиксации, для более надежной работы. И таким образом буду весь двигатель переделывать. Ну, а за всем разрешите откланяться. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравился этот поршневой двигатель. Всем удачи, творческого настроения и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok